Недалеко от села Далматова в Кызылжарском районе расположился небольшой палаточный лагерь. В нем живут 60 студентов и преподавателей Козыбаев Юниверсити. Подробности в следующем сюжете. Недалеко от села Далматова в Кызылжарском районе расположился небольшой палаточный лагерь. В нем живут 60 студентов и преподавателей Козыбаев Юниверсити. Астрономы и историки проходят выездную практику. Те, кого интересует археология, приехали сюда для изучения древнего городища Ак-Ирьий. Ак, белый, ирий, в переводе с иранского это рай. Это городище раннего железного века сакского времени. Очень удачно, грамотно было построено. Три стороны ограничены обрывами, то есть неподступными. А с одной стороны это городище ограничили рвом, валом, чистоколом. И, в общем-то, была такая своеобразная неприступная крепость. Ну, мы нашли его еще давно, в 68-м году. Это была археологическая разведка, в которой я участвовал. И с тех пор как-то были другие задачи. И в 2004 году мы решили начать раскопки именно здесь. По словам Анатолия Плешакова, городище просуществовало недолго. Оттуда не убегали от войны или какой-либо другой опасности. Эту землю покинули спокойно. Площадка считалась сезонной. Эксперты предполагают, что люди жили здесь во временных строениях. Занимались плавкой металла и не только. Сейчас я расчищаю конструкцию, которая, получается, стояла, но потом со временем она, получается, сползла вниз. И теперь мне нужно здесь полностью очистить всю землю, чтобы посмотреть, как именно она сползла, что в ней находилось. По рассказам, как проходят эти раскопки, это одно. А когда именно мы занимаемся этим делом, когда мы уже понимаем, как нужно раскапывать, что делать, это, конечно, намного интереснее. Для городища Акьерии, которому больше двух с половиной тысяч лет, характерна четкая планировка. Вот эти пустые квадраты когда-то были тротуарами, по которым свободно перемещались люди. В других секторах они трудились. Большой интерес представляют и здешние находки. Городище изучается не первый год. Каждый раз оно дарит археологам интересные сюрпризы. В этот раз студенты нашли вот такие печи. Для чего использовались настолько крупные конструкции, предстоит выяснить. В предыдущие годы исследователи не раз находили ювелирные изделия – наконечники стрел из металла и костей. Кости млекопитающих – это и лошадь, и овца, это и КРС кости встречаются. Плюс ко всему, первоначально, в начале раскопа, то есть возле крепостной, оборонительной стены, находили большое количество костей рыбы и чешуи. То есть они использовали, видимо, в пищу очень большое количество и рыбы, и мясо. Ну и плюс ко всему, кроме того, что готовили пищу, еще кость использовалась частенько для изготовления каких-то орудий труда. В будущем городище Акерии станет частью музея под открытым небом, куда сможет прийти любой желающий. В нем, кроме памятника раннего Железного века, будут и другие интересные объекты. Например, древние жилища Каменного века. Их под чутким контролем преподаватели воссоздали студенты. На практике историки работают вместе с астрономами. Ночью они изучают серебристые облака, а днем помогают правильно организовать раскопки. У нас параллельно с астрономией идет геодезия. Мы даем геодезические данные, то есть оставляем, и они по этим данным доделают раскопки. Ожидания оправдались на все 120%, как говорится. Это было очень интересно, конечно. Хочется выехать еще раз, но впереди для нас стоит дипломная работа, защита и так далее. Выездная практика студентов Кузыбаф-юниверситета длится от двух до трех недель в зависимости от специальности.